Мы разводимся с мужем. Хотела у вас узнать, куда нужно подавать заявление на алименты, из каких доходов по закону производится удержание на содержание ребёнка. Удержание алиментов на несовершеннолетних детей производится с заработной платой либо денежного довольствия с учётом премий, вознаграждений, компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных системой оплаты труда. Помимо заработной платы как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, удержание алиментов производится со следующих видов доходов. Со всех видов пенсии с учётом увеличений, надбавок, доплат к ним, стипендий, пособий по временной нетрудоспособности, сумм выплачиваемых на период трудоустройства, уволенным в связи с ликвидацией организации, с доходов от реализации товаров, работ, услуг, полученных физическими лицами, которые применяют налоговый режим как налог на профессиональный доход. Также с доходов от реализации недвижимого имущества в связи с осуществлением экономической деятельности и от предоставления в аренду имущества за оплату во временное пользование. Кроме того, удержки происходят с доходов в виде процентов, полученных от вкладов в банках, и сумм возвращенного налога на доходы физических лиц в связи с получением налогового вычета по окончанию налогового периода. Заявления о взыскании алиментов рассматриваются мировыми судьями, а также районным судом в зависимости от той или иной ситуации. Так, в порядке искового производства, то есть районным судом, в районный суд необходимо обращаться, если, например, родитель-должник уже выплачивает алименты на другое лицо, либо если требования о взыскании алиментов связаны с установлением отцовства, или в иных случаях требующих необходимость привлечения других заинтересованных лиц. Что касается приказного производства, то в порядке приказного производства мировыми судьями рассматриваются заявления о вынесении судебного приказа, которые выносятся в течение пяти дней без вызова взыскателя и должника, и без проведения судебного разбирательства. Редактор субтитров А.Семкин